Какой сольный проход! Скотт Синклэр открывает счет в этом матче! Джоалин набирает скорость, его никто не встречает! Удар! 1-0! А Брэндон Роджерс в этом сезоне будет восправлять Ливерпуль! Суанси наворотил шороху в прошлом году, в английской премьер-лиге. Чудо победы, тотальный контроль мяча и быстрые контратаки. Тактик Роджерс и его таланты. Но в этом году будет еще тяжелее. Все лидеры вроде бы разошлись, но остался Леон Бритов. Для многих эта фамилия мало что говорит. Узнаем его получше. Леон Джеймс Бритон родился 16 сентября 1982 года в Унсборде. Английский полузащитник, сторожила клуба и его преданный игрок. И главная рабочая лошадка. А он, показав феноменальный футбол в Шеффилд Юнайтед, заявил, что ошибочно было ходить в Суанси. Я должен быть там. И это было потом. А в начале его футбольной карьеры были большие авансы, которые обычно выдают воспитанникам лондонского арсенала. Подписание контракта с Весхэллом за безумные по тем временам деньги. Большая конкуренция, недоверие тренеров и большой талант в совокупности с огромным трудолюбием на тренировках. Все это преследовало Леона всю карьеру. Просветов было маловато в его игре. Никто не видел в нем игрока высокого уровня, которым он является. Дальше Суанси, уход, новая жизнь и возвращение. Возвращение к Брэндону Роджерсу, который разглядел в игроке будущего плеймейкера. Своего нового и молодого проекта Суанси. Команда с приходом Бриттона обрела рисунок игры, владение мечом и надежность. Но этого показалось маловато. Потому в команду пришел в помощь Леону Джо Аллен. Молодой, работоспособный и по-настоящему быстрый футболист. Теперь Суанси помимо затяжных атак, мог наказывать соперника за ошибки. Быстрые контратаки с разрезающими передачами Бриттона. На вилле и шороху для начала в чемпионшипе, а годом спустя и в английской премьер-лиге Леон сразу завоевал сердца многих болельщиков Суанси. Что касается самой игры Бриттона, то стоит отметить отличное видение поля. Он прекрасно рассчитывает время в момент передачи, так чтобы его басы были вовремя. Не смог перехватить соперник, а игрок, получивший мяч, смог умчаться вперед. Ведь зачастую Леон старается разрезать оборону соперника, вывести на открытое пространство. Его пасы редко становятся последними, но очень часто приводят голову. Надежность. Его главная философия, команда результат и видение игры. В премьер-лиге Суанси не на жизнь бился за владение мячом. Это одна из прерогатив Бриттона. Когда мяч у него в ногах, его практически невозможно отобрать. Он маленький, юркий и практически всегда держит мяч на дальней ноге от соперника. Стиль настоящего мастера. Может показаться, что из-за его физических данных он плох в единоборствах и стыках. Но в Суанси есть кому отбирать мяч. Он играет больше позиционно, перегрывая зоны для дальнейшего развития атак. Играет в основном на опережении. Часто получает по ногам от соперника. Но Леон сам отвержен и не жалеет себя. Потому болельщики ему симпатизируют. Но есть и минусы в его игре. Очень часто он не берет на себя инициативу, уходя на второй план. Не любит славы, а просто делает свою работу. Темная рабочая лошадка Суанси. Леон Бриттон. В прошлом году самый надежный игрок мира. Точность его передач превышает 93%. Что больше, чем даже у Хави из Барселоны. Благодаря Леону, точность командных передач у Суанси превысила 85%. Это больше, чем у лондонских Арсенала и Тоттенхема. Вкусный мозг команды, которому пожелаем удачи в этом непростом году. У его команды много потерь. Ведь даже тренер, верящий в него, теперь в Ливерпуле. Пришло время возвалить на свои плечи ношу лидера.